Дамы и господа, добрый день, меня зовут Имран, агент по недвижимости в Калининграде. По-прежнему напомню, что у меня работает сайт reeltorkaliningrad.ru, там есть актуальная информация по ипотечным продуктам на рынке недвижимости. А здесь я рассказываю о каких-то событиях, новостях и вещах, которые касаются продажи, покупки квартир или других объектов недвижимого имущества. Сегодня будет вопрос и ответ на него, соответственно, что делает квартиру дешевле. То есть, например, вы продаете какой-то объект недвижимости, есть всегда какие-то нюансы, которые могут занижать стоимость. Что к ним относится? Например, местоположение квартиры в плане этажности. Если у вас первый этаж или последний этаж, это ведет сразу к снижению цены по сравнению с теми квартирами, которые находятся в серединке. Почему так? Потому что крыши бывают разные в разных домах, даже наличие технического этажа сверху все равно делает квартиру немного дешевле. Часто бывает такое, что квартиры и верхнее потолочное покрытие протекают, если, например, управляющая компания либо другие службы не следят за состоянием дома. И это всегда настораживает покупателей. Это относится и к новым домам, и к старым домам. Случаи бывают разные. Равно как и первый этаж. Спросите, а почему первый этаж дешевле? Ну, во-первых, возможность взлома. На первый этаж залезть проще, да? Нужно ставить решетки, как правило, люди это делают. Есть даже такой нюанс. У меня был покупатель, который отказался брать квартиру из-за того, что у него есть в наличии оружие, а он не может по закону хранить его в квартире на первом этаже, потому что ему нужен для этого сейф. Но сейфа у него нет, и это у него целая задача. И, в общем, короче, на основании этого он привел такой аргумент в качестве отказа от квартиры. Наверняка это не совсем корректная версия была, да, которую он хотел озвучить, но он сказал именно так. Теперь, что еще бывает в старых домах, в немецких домах, либо в панельных домах? На первом этаже бывает иногда не совсем приятный запах, потому что близость подвала, соответственно, иногда бывает сыро, когда очень теплые дома бывают очень влажно и жарко дома из-за этого. В общем, вариантов может быть достаточно много. Но, кстати, в одной из квартир, поделюсь с вами опытом, я видел, когда был проделан люк прямо из квартиры в подвальное помещение. В подвале часть была огорожена, кирпичом выложена, и человек, собственник, имел внизу, получается, как такой погреб, прямо в квартире. Это панельный дом был. Честно говоря, я очень удивился, когда увидел. Это было первый раз, когда я такое увидел в квартире. Но, действительно, туда можно было залезть, и достаточно большое помещение было под квартирой. Можно использовать, как и для других целей, да, не буду говорить каких. Вот. Что еще может быть? Возможно, квартира находится в ипотеке. Тогда для того, чтобы создать ее конкурентное преимущество на рынке, необходимо немножечко снизить цену для того, чтобы привлечь своего покупателя. Это базовые, наверное, вещи, о которых сейчас хотелось рассказать. Если какие-то у вас будут новые вопросы, либо по какому-то из моментов нужно будет сделать уточнение, также пишите. Также отмечу, что наличие в квартире выхода окон на какую-то одну сторону, например, там, на уличную, где под окном машины, где проезжая часть, это тоже ведет к небольшому удешевлению стоимости объекта, потому что бывает шум. Окей, вы скажете, что есть пластиковые окна, современные стеклопакеты. Это все правильно. Согласен с вами абсолютно на 100%. Но все же есть такой стереотип, да, то, что когда квартира выходит на уличную сторону с проезжей частью, это ведет к загазованности, это ведет к шуму, это ведет к разным другим событиям. В общем, это все-таки ведет к небольшому снижению стоимости. Конечно, от случая к случаю эти параметры могут варьироваться, равно как и расположение квартиры поэтажности, шумность, даже наличие соседей квартир на этаже тоже может влиять на стоимость квартиры. В каждом конкретном случае, конечно же, все решается индивидуально. И, соответственно, агент по недвижимости, который работает от продавца, а я именно таким и являюсь, я работаю от продавца, и отстаиваю интересы только продавца, они заботятся обо всех этих вещах и стараются сделать как можно выгоднее продажу для своего собственника, потому что от этого зависит их, собственно, зарплата, от этого зависит, насколько будет доволен собственник работой своего агента. Вот. Соответственно, если вы хотите продать квартиру или сейчас планируете уже это сделать, может быть, кто-то из ваших знакомых недавно в разговоре упоминал о том, что планирует также заняться реализацией своего недвижимого имущества, вы знаете, к кому обратиться, это, конечно же, ко мне. Я консультирую бесплатно, даже если мы с вами не работаем по договору, всегда какой-то вопрос вы можете задать, получить на него грамотный, квалифицированный ответ. Обращайтесь, пишите в директ, как это многие из вас делают и задают такие вот вопросы, которые я время от времени освещаю у себя в блоге. И не забывайте про мой сайт realtor.kaliningrad.ru Если у вас еще есть сомнения, зачем нужен агент или вы не понимаете, для чего нужен агент по недвижимости, все ответы есть там, либо в процессе личного разговора со мной по телефону можно эти вопросы задать и получить на них ответ. Все, всем удачи, пока. Номер телефона, как обычно, есть в комментариях под этим видео.